Вы смотрите программу «Тема недели» в студии Татьяна Козырева. Здравствуйте! Всю неделю петербуржцы и жители Ленинградской области с интересом следили за путешествием специальных датчиков из канализации в Новодевяткино в Финский залив. Забавная акция активистов-экологов переросла в качественный скандал. Журналисты БНТВ попытались выяснить, почему чиновники разрешают возводить огромные жилые микрорайоны на землях, где уже многие годы не могут построить очистные сооружения. Специальные датчики были запущены в канализацию домов в Новом Девяткино почти месяц назад. Как утверждают активисты-экологи, навигаторы проделали путь через весь Петербург, вплоть до Финского залива. Такая плачевная картина сложилась в Новом Девяткино потому, что уже многие годы там нет присоединения к канализационным сетям. Наш корреспондент побывала на месте и лично убедилась, насколько эта проблема мешает жителям Новодевяткино. Вся канализация поселка Новодевяткино стекает в Капралев ручей. Он в свою очередь впадает в реку Охту, а Охта несет свои воды уже к Неве и далее в Финский залив. Мы находимся на том самом месте, где Капралев ручей впадает в Охту. Действительно заметна разница в цвете воды. Вода в Охте красновато-коричневая, а из Капралева ручья вытекает зеленовато-белесая вода. И действительно ощущается неприятный запах. Он не очень резкий, но он чувствуется. Местные жители с проблемой знакомы и обеспокоены сложившейся ситуацией. Район развивается, а ничего для этого, для инфраструктуры самой не делается, вообще ничего. При этом не все канализационные стоки доходят даже до Капралева ручья. Дурнопахнущий фонтан бьет прямо рядом с торговым центром, новостройками и детской площадкой. Рядом с призмой как раз дома новые построены. У них вот канализационный люк, и все это вверх поднимается, там без конца гулять невозможно, там так пахнет ужасно, и все это вот ручьи, вся эта канализация, все наверх. Местные жители пытались обращаться в органы власти, но администрация пока обходится лишь обещаниями. Мы поднимали вопросы просто на собрание не один раз, но нам все время обещают все-таки построить канализационные свои, ну а пока сказали, что у нас это все идет через Кузьмалова. А некоторые просто привыкли. Да и проблемы нового Девяткина столь объемные, что засорение водоемов вопрос для жителей, да и судя по всему для чиновников, далеко не первый. У нас вот, например, здесь поликлинику, который год уже строят, вот сейчас хотя бы начали строить, заканчивают, это намного важнее. Детских садов не хватает, тоже намного важнее. Пробки без конца, и это виднее, заметнее, чем канализация. Ее мы как бы не видим, не ощущаем. К этому все привыкли здесь, что канализация куда-то уходит, а куда она уходит. В правительстве Ленинградской области с проблемой знакомы уже давно, но действовать чиновники могут только в рамках своих полномочий. А согласно закону, право на разрешение строительства выдается не правительством Ленинградской области, а муниципальными образованиями. Более того, по инициативе вице-губернатора Георгия Богачева, еще в 2011 году Севлорский городской суд запретил муниципалам выдавать разрешение на строительство без тех условий на присоединение к канализационным сетям, стойки из которых напрямую попадают в капрали и в ручей. Запрет относится и к фирме «Сигма», выдающей эти техусловия. Свой комментарий по этому поводу нам дал вице-губернатор Георгий Богачев. Администрация муниципалитета проигнорировала решение суда. Например, установлено, что 17 апреля 2013 года на основании выданных ООО фирмы «Сигма» тех условий на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, жилищно-строительному кооперативу «Твой первый дом» выдано разрешение на строительство многоквартирного дома. Также было выдано еще несколько разрешений на строительство домов, стоки от которых будут напрямую попадать в капрали и в ручей. А вот в муниципальном образовании Новодевяткинское сельское поселение нас уверили, что не выдают разрешение на ввод домов с подключением к муниципальным сетям. Мы не даем разрешение на ввод с подключением к муниципальным сетям. У нас запреты введены по этому делу. Если, скажем так, канализация и вода идут с другого источника, не к муниципальным сетям, то естественно мы разрешение на ввод даем. Запрет у нас другой, и мы его выполняем. Эколог-активистка Евгения Долгова сомневается, что это правда. Ну, они могут говорить все, что угодно. Я не знаю. Конкретную ситуацию по каждому конкретному дому и будем надеяться, что компетентные органы разберутся. Экологи утверждают, что ежемесячная плата за услуги водостока в домах Новодевяткина составляет порядка 200 рублей. Это реальные 80 миллионов, которые собирают за год. Пока чиновники кивают друг на друга, ВОЗ и ныне там. Очистных сооружений в Новодевяткино до сих пор нет. Строить очистные сооружения в Новодевяткино все же собираются. И даже уже начинали лет 30 назад, когда микрорайон только начинал развиваться. Правда, стройку в итоге заморозили. Хотели строить водоочистной коллектор и в Мурино, но и этот проект не получил развития. Муниципалы считают, что проблему должны решать районные власти. Последние, в свою очередь, возлагают заботы о канализации на правительство Ленинградской области. Пока чиновники пытаются найти виновника, объемы новых квадратных метров в Новодевяткино неумолимо растут. На сегодняшний день непосредственно в Новом Девяткино и поблизости от него в процессе строительства находится более 560 тысяч квадратных метров жилья. Это порядка 14 тысяч квартир. А вообще в зоне протяжения станции метро Девяткино строится более 2 миллионов 600 тысяч квадратных метров жилья. Это более 71 тысяч квартир. Вместе с увеличением квадратных метров растет и количество канализационных отходов, продолжающих наносить непоправимый ущерб экологии и Петербурга, и Ленинградской области. Вы смотрели тему недели. Я Татьяна Козырева. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok